Всем привет! С вами я, Марина Чернова. Сегодня я буду готовить оладушки с изюмом, яблоком и сгущенным молоком. Для этого мне понадобится яйцо три штуки, яблоко, сгущенное молоко, изюм, у меня сто грамм, я его залила только что кипятком, сахар, соль, сухие дрожжи, мука, подсолнечное масло, молоко. Сначала сделаем опару, высыпаем дрожжи сухие, три столовые ложки сахара без горки, наливаем молоко, молоко должно быть температурой примерно 40 градусов. Если будет температура больше, дрожжи просто погибнут. Если молоко будет холодное, то дрожжи не будут работать. Значит, дрожжей я взяла две чайные ложки, сахара три столовые ложки и 400 миллилитров молока. И добавляем муки. Всего надо примерно полкило муки. На опару добавляем половину количества муки. Тесто хорошенько перемешиваем, чтобы мука растворилась. Накрываем полотенцем и оставим на полчаса, чтобы дрожжи активировались. Всё, опару приготовили, накрываем на полчаса. Если вы хотите, чтобы опара быстрее подошла, ставите чашку с тестом на кастрюлю с горячей водой. Опара скоро будет готова, значит. А сейчас мы берём три яйца, добавляем пол чайной ложки соли и три столовые ложки подсолнечного масла. И всё это хорошенько перемешиваем. Нарезаем яблоко. Удаляем сердцевину, очищаем от шкурки. И нарезаем мелким кубиком. Опара готова. Добавляем туда яйца, яблоки. И сейчас будем добавлять муку. Добавили сюда ещё изюм и яблоки. Теперь будем добавлять муку. Муку добавляем постепенно, чтобы посмотреть, сколько будет достаточно. Включил. Постепенно мешаем и постепенно добавляем муку. Всё, у меня вошла вся мука, все полкило. Всё, тесто замесили. Оно у нас должно быть консистенцией хорошей густой сметаны. Вот, чтобы оно держало фрукты. Оно, когда подойдёт, будет намного жиже. В общем, накрываем его полотенчиком и убираем в тёплое место на полчаса. Так, наливаем масло в сковороду и разогреваем. Вот тесто наше подошло. Увеличилось примерно в три раза. Сейчас будем жарить оладушки. Масло разогрелось. Я один попробовала уже. Значит, что нам для жарки надо? Ложку должна стоять в холодной воде. Постоянно. Так будет легче. Всё. Ни в коем случае тесто нельзя перемешивать. Прямо аккуратно берёте и кладёте. Смачиваете. И опять. Аккуратно берёте тесто и кладёте. Смачиваете. И опять. И так всё. Значит, низ пожарился уже, вырумянился. Переворачиваем. Вот так вот двумя вилочками. Ну, поджариваем где-то минуты по две, по три с двух сторон, с каждой стороны. Так, готовы. Первая партия. Выкладываем их на тарелочку. Вторую партию опускаем. Первый ряд у меня готов. И вот так вот поливаем сгущённым молоком. Достаточно. И так каждый ряд. Так вот, уже испекли мы второй ряд. И так же вот так промазываете слегка. Сеточку наносите. Вот оладушки готовы. Все три ряда промазаны сгущёнкой. Ну, не обязательно сгущёнку, допустим. Может, кто-то не любит сгущёнку. Можно и со сметаной, и с вареньем. Но, сами знаете, можно со всем, что вам хочется. Вот такие оладушки получились пышные. Вот такие красивые. Вот такие красивые. Очень вкусные. За счёт того, что тесто густое, оно не впитывает масло. Оладья вообще не жирные. Очень хорошие. И за счёт густоты теста, изюм и яблоки держатся по всей поверхности равномерно. Очень хорошие, вкусные. Тают во рту. Тесто просто как пух. Если понравилось моё видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и хорошего настроения.